Приветствую вас, Ярослава. Ну, хотелось бы задать вам небольшой вопрос. А, значит, как перестать думать о чём? О чём вы хотите перестать думать? О подруге, о квартире, о том, что кто-то увидит, о том, что кто-то подумает. О чём? Ну, потому что, серьёзно, я не очень, вот, понимаю, да, я не очень понимаю, что вы вообще имеете в виду здесь. Я не понимаю, что вы имеете в виду, как бы, о чём конкретно, да, о чём вы хотите перестать думать, это первый вопрос, первый вопрос. А, второй вопрос, второй вопрос, второй вопрос, значит, эм, переехали в семью новую квартиру, э, съёмную, новую съёмную квартиру. То есть, приехали в квартиру съёмную, но вы сказали, что купили квартиру. Как бы, какой в этом смысл был? Ну, значит, чтобы не выглядеть в её глазах, как-то странно, вот, наверное, это самая такая проблемная часть, да, потому что, ну, странно выглядит вы не хотите, вот, чтобы не выглядеть как-то странно. Вот, странно, как, во-первых, во-первых, во-вторых, правильно ли будет сказать здесь, что вы стыдитесь того, что происходит, то есть вы, ну, как-то не принимаете то, что происходит, не принимаете ситуацию, как она есть, правильно ли будет так сказать, вот. Потому что, вот, вы переезжаете с семьёй в новую квартиру съёмную, да, и для вас это какой-то, ну, я не знаю, какой-то стыд получается. Почему-то. А дальше, значит, как часто вас волнует мнение других людей? Как часто это происходит? Как часто вас волнует мнение других людей? Почему оно вас волнует, да, то есть вы говорите о том, чтобы странно, странно выглядеть в глазах подруги? То есть это вот ориентирование на то, что подумают другие, на, ну, на других, не на себя. Вы ориентируйтесь здесь не на себя, то есть это вот у нас неуверенность в себе имеет место быть, да. Вот, значит, казалось, что купили, ещё много чего наплевать, что теперь, признаться, ужасно. Ну, по сути, речь идёт об обмане, я так полагаю. То есть речь идёт о том, что вы обманываете себя в первую очередь, потому что хотите казаться, а не быть. Вот, и уйдёт потом обманывать подругу свою. Значит, эм, признаться, ужасно. Да, то есть это вот опять же, значит, ну, чуть-чуть во сцена имеет место быть. Дальше, совесть мучает, просто боюсь, что или через знакомых, или просто как-то увидит объявление и всё всплывёт. Слушайте, ну, на самом деле, муки совести, это одно, это внутреннее обвинение себя, на самом деле. А вот, значит, то, что вы боитесь, что всё всплывёт, то есть боитесь, что скроется ваш обмаз, это совсем другое. Нет, совсем другое, это непринятие себя, это всё непринятие себя, то есть вы... В идеале вам, на самом деле, даже хочется, чтобы всё скрылось, чтобы вы, наверное, могли себя обвинить, там, что вот... Ваша совесть, которая здесь, ну, вступает в дело, да, ваша совесть, она... Это внутренний обвинитель. Он ведь не только ведёт себя так сейчас, он ведёт себя так и в других ситуациях. Вот. Вы, возможно, хотите, чтобы вас раскрыли. Вот. Вам это будет, конечно, неприятно, может быть, но... По крайней мере... Вы получите какую-то вот, значит, толику внимания к себе, с вами подруги. Возможно, с родителями у вас такая же тоже была история. Я знаю, что два варианта выхода из этой ситуации, или признаться, или перестать думать об этом. Ну, вообще, на самом деле, признаться было бы лучше, потому что... Так вы сможете сохранить отношения с подругой, если признаете. Тогда как, если вы не признаетесь, то отношения с подругой вам, скорее всего, сохранить не удастся. Вот. А, то есть, тут вот определите, да, насколько вам важна подруга ваша, в принципе. Дальше, значит, накручивать. А, вы знаете, навязчивая мысль, навязчивая мысль, вообще, как правило, такая отдельная история достаточно. Вот. То есть, навязчивые мысли, когда человек себя накручивает, как правило, рассматривается отдельно. Вот. Но здесь, мне кажется, навязчивые мысли связаны, опять же, с тем же желанием по преимуществу во внимании. Вот. Потому что не просто так, да, не просто так, вы себя накручиваете, не просто так. Вот. Мне кажется, что вы себя накручиваете, потому что вам не хватает, вот, вот этой вот значимости, а, важности своей, возможно, а, возможно, чего-то еще не хватает, да. То есть, нельзя просто взять и перестать себя накручивать, да, нельзя. Это сделать нельзя. А, можно раскрыть, можно поработать с этими мыслями, да, определить их, а, значит, источник их и уже скорректировать ваше, поведение в соответствии с тем, чего вы хотите по-настоящему на самом деле, а не вот с этим полуфабрикатом, который сейчас у вас в виде, ну, в виде, в виде навязчивых мыслей, в виде накручивания себя. Вот. Мне, мне видится история, мне видится такой. Ну, конечно, отношения ваши с подругой, на мой взгляд, они, ну, тоже нуждаются в коррекции, потому что, совершенно очевидно, что своей подруге вы не доверяете, совершенно очевидно, что, как-то вот, подруге вы относитесь к своей какому-то, какому-то. Оценщику, я бы сказал, оценщику, оценщику, оценщику вас, ваш собственный оценщик. Вот. Мне не кажется, что это конструктивная позиция в данном случае. Вот. Поэтому, мое, мое мнение такое. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.